Наблюдать атмосферные изменения и сверхкраткосрочно прогнозировать грозоопасный период. В рамках республиканской инвестиционной программы возле Гродно идет строительство 30-метрового метеорологического радиолокатора. До конца июня объект заработает в тестовом режиме. На данном этапе в городе Гродно производится строительство допперско-метеорологического радиолокатора, который поможет в дальнейшем нам сконцентрироваться на более точных прогнозах погоды. Оборудование прибыло полностью, здесь весь локатор находится. Строительство радиолокатора ведется на открытой местности в нескольких километрах от Гродненского аэропорта Обухова. На данный момент на стройплощадке произведена монтаж мачты под радиолокатор, выполнены сварочные работы и будет установлен сам допперский радиолокатор. Сейчас проводятся работы по благоустройству территории, также проводятся работы по забивке заземлителей для глубинного заземления стройплощадки самой мачты. Будет установлен дизель-генератор, залита площадка под него, залит фундамент под трансформаторную постанцию, которая тоже будет установлена. Радиус действия локатора около 250 километров, высота 30 метров. Град, шквал, грозу, интенсивность облаков – все можно будет узнать наперед. Как и для простого обывателя, интересен прогноз погоды, чтобы знать, как одеваться, брать с собой зонтики, не брать это. Ну и также долгосрочная, правильно, если, как я сказал, авиации больше интересны прогнозы на час-три часа, то долгосрочная, конечно, прогнозировать замороз и шквалы. Это интересно и аграриям в первую очередь, и также таким же силовым структурам, как МЧС быть готовы. Отметим, что в Слонимском и Ивисском районе планируется ввести две автоматические метеорологические станции. Так сеть и приземных наблюдений за погодными условиями Гродненщины станет глобальнее. Продолжение следует...